Добрый день, жители Туманного Альбеона! Мы сегодня с вами выпускаем долгожданную программу Match Day по английской лиге, потому что по немецкой уже вышло. У нас сегодня в гостях лидер, хотел сказать капитан, но все-таки вице-капитан Челси-2 Сурен Булгурян. И, в принципе, мы сегодня будем с ним рассматривать очень много интересных тем. В первую очередь, это, конечно, структура Челси-1, Челси-2, которая совсем недавно в прошлом туре, в этом, который мы сейчас смотрим близко с вами, а в прошлом туре, структура чуть-чуть поменялась. Распалась. И мы, собственно, будем с вами узнавать, как оно было изначально, о котором есть сейчас. Сейчас, как я понимаю, осталось две отдельные команды полностью. И, собственно, давайте посмотрим на ту статистику, которую вы еще пока что не видите в группе. Не знаю почему. У нас она есть. Прошло шесть матчей. И, в принципе, нуль прошел практически без неожиданностей, если бы не Челси-2. Челси-2, конечно, в последнем английском матче прошлых выходных сыграл еще и с Ньютон Хидом. Причем с 56-й минуты по 58-й минуты они даже лидировали 1-0 благодаря голу Сарена. Которого мы, конечно, не можем посмотреть, потому что наш оператор еще монтирует. Он находится где-то вообще в другом комнате. Но, действительно, был очень интересный, напряженный матч. Очень классно сыграл ваш Ротари, о котором вы тоже сегодня еще расскажете. Что касается других матчей, то в центральном был, действительно, один матч это Манчестер-Рюнат и Сау-Гемтон. Боролись команды из лидирующей группы, которую мы трое сегодня еще посмотрим. И в очень упорной борьбе в один мяч выиграли футболисты Юнайтед, благодаря голу Георгия Кабрейдзе. Все остальные матчи, в принципе, закончились ожидаемо. То есть Челси-1 выиграл в Мидлсбро, Вестхэм разгромил Свонси. Ну то, что, конечно, так, матч закончился, это все-таки никто не ждал. Потому что до этого Свонси пропустило чуть ли не меньше всех в лиге. А тут, конечно, 7-0. Это, в принципе, по исходу, то, наверное, то, что 3-4-1-2-7, это было понятно. Но то, что 7-0, это очень неожиданно. А Манчестер-Сити-Бормут, скажем так, что-то ожидаем, но то, как игра проходила, когда Бормут ввел 2-1, тоже игра была довольно интересная. Но все-таки в конце его во втором тайме Сити заслуженно выиграл. И Tottenham Everton 9-3. Ну, в принципе, тоже, скажем так, итог ожидаем. Но результат, наверное, Tottenham, мне кажется, не наиграл на 3-9. Ну, в принципе, опять-таки, по итогу, кроме 1-1, Chelsea 2, Newton, в принципе, команда, которая, как и ожидалось, в принципе, Манчестер в таблице шел тоже выше Солгенда, но тоже ожидалось, что именно они выиграли. В принципе, тур прошел без неожиданностей. Посмотрим таблицу первенства, которой тоже пока что нету. Ну, может, сейчас после передачи я это все загружу. Итак, мы видим, что, в принципе, вроде бы образовалась первая гируша четверка из Манчестера. Эвертона и Уэстхэма, которые друг от друга определяют по одному очку. Примерно одинаковая статистика забитых кручных ключей и плюс-минус. Поэтому, конечно, Эвертон сильно работает. Плюс-минус 20 ключей. Да, конечно. Ну, все равно более-менее как-то похоже. Дальше идет ваши старшие братья из Chelsea. Вот. Но они имеют игру в запасе, поэтому, в принципе, действительно, адрит уже какой-то есть. Ясно дело, что это даже еще не в окончании первого круга. Но все равно первые четыре команды успели себе сделать небольшой задел. Развали игру в запасе? В Челси, да. 12 игр, а у всех по 11. То у вас все. Ну, да. У нас играли в запасе, да. То есть, я говорю, что... Получается, что уже оторвались. Четыре очка и еще придут. Вот. И Ньютон после ничьи и слави немного тоже откатился даже в серийную пилотону. Да, если бы не пропустили на последней минуте. Дальше в этой группе Челси, Ньютон, Ньюкасл, Саут Бентон. Ну, и в принципе, наверное, все-таки Кристалл Пылас и Арсенал идут в группе, которая борется за то, чтобы попасть в лидирующую группу. И дальше, начиная с Лестера, у которого две игры в запасе. Да, тоже одна игра в запасе, по сравнению с людьми. Конкурентами уже идут. Группа, которая отстающая. Но я понимаю, что вы хотите переложиться, да? Ну, постарайтесь. Надеетесь, надеетесь. Потому что вы сейчас идете на 14 месте. Но, в принципе, у вас три ничьи, это, по-моему, больше всех, чем у кого-либо. То есть, вы самая миролюбивая команда. Ну, я бы так не сказал, да. То есть, у вас три ничьи, две победы. И поэтому только девять очков. Вот. Хотя проиграли вы меньше, чем многие другие команды. Но, получается, что вы пока что идете только 14. Ну, мы сейчас на место вообще как бы не смотрим в свою актуальную таблицу. Потому что у нас первые две игры были провальные полностью. Совсем не было настроя. Не было гостяка команды. Не было какой-то цели, скажем так, всего хотите. Просто бегали и играли. Собственно, о цели. Какие вообще были цели на сезон Челси 2 до недавней битвы с Челси 1? Как бы мы сейчас такие будем смотреть? Суть заключалась в том, что... Суть заключалась в том, чтобы Челси 1 и Челси 2 тасовали бы, поговоря и игроков. То есть, кто хорошо себя проявляет на тренировках шел бы в Челси 1, кто не очень в Челси 2, но что-то более-менее похожее на злобов показывает. Челси 2. И вот когда... Почему ты отдыхал? От Челси 2, скажи мне. Мне тогда вот интересен этот вопрос. Так решила судьба. В общем, ребята предлагали что-то сделать, что-то подобное. Потом, когда выяснились некоторые нюансы, скажем так, программы создания Челси 2, ребята, большинство, 90% отказались вообще против того, чтобы тасовать игроков и переходить в Челси 1. Потому что, ну, Челси 1, они в прошлом году уже играли, они показали себя хорошо, у них сыгранный состав, как бы сейчас добавились игроки там. У нас отдельная команда, потому что мы тоже хотим показать себя, мы тоже что-то можем. Элементарный пример, да, допустим, может быть это вина недооценки Челси 1 против Толтенхэма, против Сууэнси, против Круто они еще проиграли. Манчестер. Манчестер. Манчестер, да. Извините. С не классом ничья их. Да, на ничьях. Но вы же говорили, если немножко играли или не играли. Мы проиграли, но не будем аннаться. Да, я понял. В общем, суть в том, что Челси 1 и Челси 2 на данный момент это две абсолютно разные команды, которые, да, просто знали друг друга, просто общались, тренировались вместе. И сейчас это вот как два разных острова, как бы два разных полушария. Мы каждый играем в свою группу. Ну, то есть получается, что те ребята, которые в том году играли в Челси 1, они, в принципе, там как бы и остались, да? Да, 90%. А, в принципе, те, кто в Челси 2 изначально в первых играх на тренировках были, они как бы теперь играют в Челси 2. Плюс я видел, что вы действительно очень хорошо усилились, очень хорошего братаря. Я, честно говоря, даже не ожидал. Мне просто, когда сказали, какой-то парень, ну, я думаю, классно. Хоть Валера и состоял бы. Да. А там даже, как бы, лучше наоборот. По моему вере, извините. Веришь, Валера этого я был слышен. Ну, просто так, я просто знаю, что перед вашей игрой вы долго спорили за кого будет стоять Валера. В итоге Валера ставил за первую часть. А вы, короче, это было первая игра по поводу. Я скажу так, там не было споров о том, за кого будет стоять Валера. Валера сам не хотел вообще стоять, потому что он не хотел, чтобы мы ссорились и так далее. Но я считаю это бренд, потому что эта игра, эта футбол, как бы, тут по-другому не бывает. Либо ты выиграешь, либо ты проигрываешь, ничья. Это же самый лучший результат. Собственно, 1-1, это по-моему ты забиваешь, да? Нет, это сервер сервер. А, ты забил в пенальти. Которого не было. Это мы тоже в этот момент даже можем сегодня посмотреть. Ну, получилось да, то, что Валера ставил за первую часть Челси. И вы, как раз таки, нашли вот этого вратаря. Скажу так, совершили трансфер. Не знаю откуда, где его взяли. Списал. Да, ну, действительно, и в игре с Челси он очень хорошо себя проявил. То есть, ну, действительно, было видно совершенно несколько важных сейлов. Пусть и пропустил в итоге три мяча, но… Это не его. Да. А в матче Смитла вообще выдал просто… Особенно первый танк. Я даже сказал еще, да. То есть, во втором тайме он даже сам сказал в интервью, что как-то уже команда собравляется, лучше играл в обороне. В первом тайме, да, то есть, он потащил у нас, соответственно, мертвых мячей. Благодаря чему ваша команда очень долго… С детства получил классно. С детства очень классно. С вашего тренера, друга, да, от Олега, который… Ну, Сурик, извини, да, сплошь. Да, и пошел дальше. Да, и получил желтую карточку. Сурик еще минут пять лежал. И таких моментов было довольно много. Особенно в конце, когда начали играть просто на Лунас, особенно на игроке Челкса, когда мячик улетал в грибной канал, я не знаю, в лес и так далее. И даже ваш капитан высказал такое мнение, почему такого фоток. Он ответил, что как бы… Ты ж плавал, да? Я ж плавал, да. Я занимался плаванием в первую очередь. Но не за своим мячом, за их мячом. Да, поэтому как бы фоток получилось чуть меньше, чем обычно. Да, зато, кстати, хорошие были. А, по-другому, пусть меньше, но зато действительно матч запомнился. Матч очень интересный. А оператор вообще высказал, что ему прям не хотелось всегда, потому что действительно очень интересный матч, который держал напряжение до конца. Все-таки, наверное, итог 2-2, возможно, был бы более логичен. Логичен, потому что действительно, если Челси… Я бы стал заслуживать. Кажем так, конечно, более выглядели мастерови, то есть у них действительно и Артем, и Олег. То есть в линиях у них было посильнее набор исполнителей, но вы действительно боролись за счет, наверное, самоотдачи. Счет желания доказать. И пусть даже вы в этом матче проиграли, но я думаю, что вы доказали и себе, ну, наверное, и Челси-1, что вы, можно сказать, выросли. Как это назвать? Я просто помню, когда я первый раз пришел на тренировку, когда у вас ходят Челси-2, это что до сезона. И вот 25 человек, и я чуть не офигел. Три состава. И мы пришли с Манчестером 8 человек, причем там 2 из которых как бы просто только просматривались. А я помню, я тебе запеку. Да. Мы реально тату ставим, что когда, как бы, знаешь, обмен, когда манишками происходит, вас уходят другие, третьи. Это будет тяжело. То есть сейчас действительно видно две отдельные команды. Ну вот мы, наверное, просмотрим момент с Пенальти, я так думаю, да? Уже скоро к нему подойдем. Сейчас будет момент с Пенальти. Более подробно, что можно о нем сказать. Ну, скажем так. Вроде бы ты прокинул мяч. Сейчас давай. Вернемся. Прокинул мяч, Валера пытался выбить его ногой, мяч улетел в одну сторону. Просто Валера поехал. Я остался на месте стоять, потому что Валера объехал мне на ногу. Вот и все. В общем, насколько я знаю, по-моему, уже все понимают, что это пенальти был, кроме Валеры. Валера все равно. И тут сразу заберем гол, фейерверк. Вернемся просто. Да. Такое часто, на самом деле, бывает почему-то, да? То есть то в одну сторону. Не, я когда снимал, пенальти поставили и не бьешь. И салют. Я хочу, Валер, бей, быстрее, забивай. Валера я сниму салют. Да. И тут, конечно, в этот момент хорошо было бы все закончить. Да. Но, но через, по-моему, 30 секунд. Да. Вот эта ситуация повторилась так же как и с Ньютоном. Потому что я… Ну, он уже как бы… Ничего не мог сделать. Оставили, да. И я просто побоялся за команду. Пошел меняться, как всегда, с защитником. Чтобы нападающий ушел. Защитник вышел. Чтобы отстоять как-то. Так же как с Ньютоном произошло. Через 2 минуты. Вот здесь вообще через 30 секунд. Там через 2 минуты получили гол. Как бы, ну, очень обидно. Скажем так. Да. Но все равно матч, честно говоря, был очень боевым. Очень интересным. И до драки все-таки не дошло, как были предположения. Ну, первый танк был прям такой, боевой. Да. Давайте понимаем, что теперь у вас действительно, как бы, две отдельные команды. Наверное, все-таки обмены игроков будут происходить периодически? Или вообще… Нет, все равно. С Челси именно обмены точно не будут происходить. С Челси обмены происходить не будут. Хорошо. Во втором, ну, сезоне, я понимаю, что вы, наверное, будете меня назвать. С Челси 2. Посмотрим. Ну, как мы пока над этим думаем. И главное, сохранить косяк команда. Там, в принципе, уже название такая. Второстепенно. Все. Я вас понял. Ну, на самом деле, у вас команда действительно хорошая, боевая, которая сражается. Это когда вы матч с Ньютоном, матч с Челси 2. И вот по игре с Ньютоном я хотел, кстати, сказать. Первый тайм. Честно, мы выходили с осознанием того, что мы посмотрели еще так, как все лидеры, первые десятки, вторые лица, изнасиловали все остальные команды. И мы понимаем, что мы играем последние, тоже как с лидером. И настрой был, скажем так, такой пессимистичным немножко. Ну, и как бы, вышли. Сначала, вроде бы, началось чуть-чуть получаться. Но все равно было как-то сомнения, скажем так, в победе или в ничьей даже. Ну, честно, ну, я лично для себя решил, что вот после первого тайма, когда я увидел, как наш фронтарь сыграл, как он льется за это все, я даже сам начну засчитывал возвращаться, ну, периодически. Потому что это редко бывает. Очень редко. Ты там даже, если по фоткам видел, в подкаты шел. А, да, да. И в подкаты там шел, то что тоже бывает достаточно как-то, не понял. Просто мне захотелось, как бы, помочь команде, помочь вратарю. В принципе, потому что я вижу, что ребята стараются, я вижу, что ребята играют, ну, и как бы, нельзя бросать в тобой уме. Тем более, когда уже вратарь на полпути прошел матч всей команде, как бы, своими действиями, скажем так. Ясно. Ну, на самом деле, надеюсь, что, скажем так, вы будете также играть и во всех других матчах, бороться и подниметесь чуть выше, потому что, действительно, я думаю, что мы должны попасть в 10. Опять-таки, ну, вы, считайте, потеряли 4 очка просто на последних минутах двух матчах. Да. Вы теряли 4 очка с нищим с Челси и победы, в принципе, с Ньютоном. Ну, собственно, сейчас мы смотрим с вами статистику. Пока что игроков в Челси 2 здесь нету. Я на 20-м месте. На 20-м месте. Вот. Ну, мы смотрим, опять-таки, после этого тура, где было забито очень много мячей футболистами Вестхэма, Манчестер-Сити, Эвертона, и, ну, и Челси 2-6 мячей. К сожалению, среди бомбардиров, как бы, теперь исчезли игроки Манчестера. Пока что. Ну, Рома там идет 11, по-моему. Ну, да. Ну, просто, это действительно была очень такая серьезная игра с Солдентона, за что им еще раз отдельное спасибо. Вот. Ну, мы, да, видим, что в Далеодорах также лидирует, как уже, по-моему, с первого тура Андреевский. В передачах немножко вперед отправился Никита Марков, тоже лидирует. Ну, и по ГО плюс пас тоже Эвертон Александр Андреевский лидирует. Но, все равно, мне кажется, вся борьба еще впереди. Может, конечно, в Голах уже тяжеловато. Но я думаю, что в Голах только Артем и Андрей как бы. Да. В передачах, на самом деле, три передачи, это, в принципе, это не очень большой отрыв. Поэтому, за лучшую систему, мне кажется, борьба только когда это начинается. Что касаемо следующего тура. Ну, я не могу пока расписать, потому что его еще просто нету. Ну, можно посмотреть, примерно, какие вообще пара должны быть. Плюс, я уже сегодня, вчера в передачи писал, что Newcastle и Newton будут играть преодолевательный матч. А так, это Manchester United, Crystal Palace, Southampton, Manchester City очень интересная игра. Бормут, Arsenal. Усиливавшийся Бормут, до 10 минут боролся с Manchester City первым. Даже лидировал. Потом, конечно, все-таки не потерял сил. Мне кажется, это тоже не меньше будет интересный матч. По сравнению с прошлым туром, те же матчи такие равные. В West Ham будут играть с Chelsea первым, насколько я знаю. Ливерпуль тот, кто-то там, кто-то там, кто-то, кто-то там, кто-то, если бы всего будет отдыхать. А если никто не хочет, то я ее сыграть. И ваш матч, это Chelsea 2. Почему-то опустил глаза. Вторая проверка боя. Ладно, посмотрим, что будет теперь. Я даже знаю, что ваш матч уже поставлен на 20-35, потому что вы там в футболе говорились. Ну, мне вообще никто нечего ли выигрывать? Я как это думал? Ну, наверное, как полигава выигрываются с Эриком. Ну, просто мне два ваших педераза. Я сказал, что этот матч только на 20-35. Это единственное время, которое они состыковались. Воскресенье или Воскресенье? Воскресенье. Собственно, действительно, очень интересный тур, очень боевой. Причем, скажем так, битвы будут во всех углах таблицы. То есть, вместе с Аутгенком, Манчестер-Сити, и Миросгроз Хонси, и Chelsea West Ham. То есть, действительно, будет... Ну, и будет, конечно... А Chelsea 2 и Летки. А Chelsea 2 и Летки. Все равно будет показывать свой футбол, как бы нам. Без разницы с кем будет. Уже. 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 Ну, на самом деле, тут действительно очень интересный тур. И я думаю, что поиски не голод, таблица может измениться. Давайте еще раз ее посмотрим. Может, это приложение. Ну, давай твой прогноз. Где окажется Chelsea 2 по итогам года? Года? Ну, я все-таки считаю, надеюсь, что мы попадем в десяток. Потому что есть второй тур. Второй тур. Мы уже совсем другая команда, которая была первые два матча, первые два тура. Первые три тура даже пускай. Ну, очень сильно прибавили, я считаю. Я считаю, что у нас хорошее усиление. Ну, и как бы духом тоже баспряк, скажем так. Поэтому я считаю, что второй круг мы дадим бой Манчестеру. В каком? Да, бой. По крайней мере, первый матч. Да, в первом круге вы тоже дадили бой, когда у вас, правда, там было Chelsea 2 с Олегом. И там непонятно, какой был Chelsea 2. Там все было очень плохо все равно. Только Олег спасал эту первую тайночку. Мы даже, по-моему, выиграли первую тайну. Да, да, 2-1 когда, да. Мы первым забили, потом у нас подошли. А потом подошли, десять тысяч дали. Да, да. А я не знаю, что ты начал ошибаться. В общем, я считаю, что мы дадим бой. По крайней мере, на данный момент это Newcastle будет. Это будет Arsenal. Который мы должны были выиграть. Кострявые ноги, которые в пустые ворота не забили. Это по 7 минутах. Маяк, да? Лестеру обязательно. Это просто вообще ужасный наш сам, который мы играли. Честно. Суонси минус бро. Суонси мы выиграли, но Суонси все равно сейчас держится. Держится очень хорошо. Они выиграли Chelsea 1. Они выиграли Newton. Как бы. Я считаю, что эти команды там по силу. Так же, как и. Мне интересен, честно говоря, матч с форном. Он сложится. Как бы. Я знаю, что у них сейчас есть игрок, который там показывает себя очень хорошо. Но все равно как бы командная игра на первом месте. Я считаю. Поэтому. Будет очень интересно с форном там сыграть. И что это не может быть. У меня есть. 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 А вы че не играли с бомбардиров? У меня есть. Что-то обеих德 трудные. Которые были с моделинами, которые были имели líder complimentary. Это же время. Просто не дошла, что мы просто с ними не сыграем без кем из этих команд. Ну и как бы... Кстати, вы должны были играть первый тур по Мусс Бормута, но если не за погоды, вы его как раз таки не сыграли. Там Ливень был, нет Ливень, и вы в итоге отказались приезжать, и Бормут тоже. Там просто последний матч, который решили сыграть, это был Манчестер и Лестер. Его матч отменили. Они были укорочены, потому что там уже реально после этого и Грибной Канал начали называться Канальскими островами. Потому что было поле зеленое и там лужицы везде. Поэтому тот, кажется, в первом туре мы могли с ними сыграть, но в итоге это будет перенесенный матч. Конечно, Бормут уже усиленный. Пусть он пока совершенно мало 6 очков, но мы поиграли и видим, что команда уже стала чуть другой. Конечно, нам уже будет сложнее. Так же, как и Лестер. Потихоньку, плюс у них состав такой же, но они тренируются, набирают. Уже и у Ньюкасова. У Ньюкасова уже смогли обыграть. Поэтому действительно все-таки есть какие-то команды, которые, скажем так, и оторвались уже. И, наверное, игру показывают чуть более мощно, чем другие. Но уровень внизу, даже как в середине таблицы, выравнился. То есть мы можем сказать, что, наверное, с девятого по шестнадцатое место в принципе равные команды. Да. Потому что все-таки Саунгепто согласит по игре, то есть то, что они... Ну, во-первых, у них игра в запасе, да? То есть мы как бы Саунгепто нам не играли, но я видел игры, как они играют, как они показывают себя. Допустим, пример тот же. Сажарный матч, да, как бы 1-0, ну, не совсем тот риск. Ну, например, то, что они обыграли единственное, кто играл вверх. Ну, пока что. Пока что, да. Еще в середине 2 не играл, да? Сейчас с вами пробовал. Вот. Сейчас Эрик это услышит и будет готовиться, что Эрик Соня тоже хотел прийти, но, к сожалению, я ему слишком поздно сказал об этом. И, собственно, поэтому с девятого места, да, вот, наверное, команды по шестнадцатое, как с семнадцатого, семнадцатого команды уже снялись. И будет в каждом туре, с кем они играли, будет техническое поражение, им засчитываться. Действительно, команды равные. Ну, плюс Толтон прям может собраться, как собрались на Челси. Ну, они собрались во втором тайме уже. Да, поэтому тоже. Поэтому все, по-моему, только начинается. С игры надо только 3 чемпионата. Ну, тогда такой прогноз. Тройка призеров. Не в арбиту Челси-1. Вы не там. Я думаю, что это будет Вестхенд. Я думаю, что это будет Эвертон. А вот ваше дерби тоже. Ваше дерби в том числе. Серьезно, да, как бы. На Чистой Сити, в принципе, неплохая команда очень. По-моему, для него там не проиграли. В первых двадцать играли. Нет, это, по-моему, Челси-1 проиграли. В общем, не суть, да. Может быть, он младше играл в Краснодар за Челси-1? Я? Да. Ньютон. Мне кажется, что Челси, Ньютон, они будут бороться где-то вот в тех местах, в которых они сейчас находятся. Может, четвертая, пятая. Потому что, ну, как бы, у них очень много индивидуального мастерства. А, как сказать, как команда, они, наверное, еще... Либо уже после прошлого сезона они как-то расслабились, я не знаю. Но есть у них такая привычка, когда оценка соперника, это показывает, например, матчи, приступающие, допустим, в Суансе. Ну, это может с ними смотреть злую шутку, как бы. Ну, еще, я же говорю, тоже много матчей кривили, еще непонятно как. Но для меня, я просто думаю так, что вот Эверфан, Весклэм, это вот две самых серьезных, прям, команды. Мочистер-Ситтер, Мочистер-Венетт, я вот поставил вот третье место. Да, я не помню. То есть, Эверфан, вот, у нас через тур будет с ними Денвер, ты считаешь, кто в нем выиграет, возможно, это будет с ним фаворитом на третье место? Ну, может быть, и на третье. Я же говорю, матчей, как бы, много. Переломить ход, ну, невозможно и возможно, как всегда. Поэтому, не знаю. Не знаю, как Эверфан себя проявит, да. Как бы, они тут сейчас очень хорошо и стараться смотреть их счета даже. Ну, кроме двух, одной ничели. Одного поражения, да? Да. А последний ничел сыграл? С Манчистер-Ситтер 2-3. Проиграли Саул Гентону. Ну, на самом деле, Мегаси все-таки Саул Гентон подтянется повыше, потому что команда действительно очень интересная. И сразу так, вовремя с ними сыграл Челси 1, пока Челси 1 не сыграли. Да. Вовремя с ними сыграл Ньютон. Потому что после этого, последовало, как раз так, победу над Эверфаном. И дальше вот все победы подряд. Но вот только в последнем туре матчи с нами как раз таки оступились, потеряли. Потерпели третье свое поражение. Я думаю, сейчас только не будет толчок, чтобы сыграть с Манчистер-Ситтер. Да, на самом деле, по-моему, будет очень-очень интересный матч. И посмотрим. Говорю, еще будет интересно посмотреть на таблицу после этого тура. Потому что и у ВСМа. Получается, будет играть четвертая и пятая команда. И первая и восьмая, но еще раз говорю, то есть, если бы у Саул Гентона было не таковое количество игр, они были бы на пятом. Если бы они там... Если честно, для меня больше интереснее будет посмотреть это Митлз просто... Ну, и там ближе к вам, да? В принципе, я не знаю, как Митлз проиграет вообще. Но я слышал, что они тоже с Арсеналом 2-2 сыграли, так же, как и мы. Ну, у нас с ними тоже была очень сложная игра. Мы после первого тайма вели 1-0. После чистого листа у нас игрался из заголового. И, в принципе, они очень нас сильно давили в начале первого тайма. Но пропустив второй мяч, они, ну, немножко рассыпались. В итоге 4-0, но команда очень-очень крепкая. Я не знаю, почему они так низко идут. Как-то у них вот не задался. Потому что они играли в полуфинале Кубка Англии в том году. Естественно, команда крепкая. Но почему-то вот у них... Может быть, график был сложен. Посмотрим. Да, будет интересная игра. Здесь Митлз Брус Фонси. Здесь тоже очень трудно будет фаворита назвать. Предсказание, прогноз на Эвертон Челси 2? Еще будем биться. Будем биться. Будем биться. Будем биться. Я думаю, что... Но мы не пропустим много. Много это потом ускорит? Ну, не так. Вот. С кем мы там сыграли? 12. Не, 24 это будет чисто 9-3. 9-3, ну вот. Вот так или нет? Не, 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 не так. Я ничего не буду, честно. Не хочу загадывать. Мы просто будем показывать свой футбол как бы то, что мы умеем. И смысл говорить о том, что ну Эвертон и Эвертон. Мы же не играем там в самом чистое. Я понял. Эрику привет. Эрику привет. Все. Иван, спасибо большое за внимание. Надеюсь, было интересно. Мне лишь было интересно узнать историю Челси 2 или ее знал из разных уст. Ну, сейчас как раз я их услышал. Попрую, или все так скажем. И действительно, очень интересная нас тур ожидает в эти выходные. Поэтому увидимся на футболе. Спасибо, удачи. И вам удачи.